Добрый день дорогие друзья! Мы находимся с вами в западной Беларуси в городе Гродно в его историческом центре. Это перекресток улицы Горького и Мицкевича Прямо вот она идет. Мицкевич был знаменитый, его считают поляки, литовцы и белорусы, каждый своим поэтом Вот эта улица названа в его честь и знаменательна она тем, что на ней находится замечательное деревянное зодчество построенное в конце прошлого, в начале прошлого и в конце позапрошлого века Замечательные такие красивые дома польской знати, татар, которых хан подарил польскому королю, такое практиковалось Евреев, немцы, которые там проживали. Замечательные красивые дома, которые вообще этот квартал, если кто-то был в Риге Подобного рода улица у них полностью отреставрирована и торгово-ремесленным таким назначением она сделана И меня удивляет, что власти городские, с одной стороны, они борются за то, чтобы сюда приезжали туристы А с другой стороны, что они им собираются показывать? Новые районы на Ольшанке, Девятовке или Вишневце Они убивают дух города. Именно вот это и есть Гродно Именно вот эта его старая часть и передает тот дух, ту историю, то наследие богатое, которое здесь было Я обожаю, наверное, это моя самая любимая улица в городе Гродно Давайте по ней немножко пройдемся Ну вот как, например, вот эти вот два дома Видите на каменном фундаменте с брандмауэром, они, как я и говорил, правая сторона Мезонин, мезонин это вот это в центре дома возвышающая такая надстройка Типично польский такой характер Я помню, в далекой Караганде ссыльные поляки, когда строили дома, то именно с таким мезонином, они так и назывались, польские домики Вот эти вот дома, два дома, допустим, чистейший образец деревянной архитектуры Вот, наличники, смотрите, какая сложная такая пропиловочка Вот такой декоративный пояс создает Вот окна, как наличниками отделаны Он и вертикальный, и горизонтальный Вообще вся конструкция Если его отреставрировать А, как я уже говорил, в Беларуси отличные мастера, которые деревом занимаются Она всегда плавила, славилась этим То домики будут загляденье просто Сейчас они выселены, смотрите, забиты и ждут своего конца Жаль, очень жаль Вот здесь гораздо лучше видно Она в хорошем состоянии Ее можно отлично отреставрировать Вот это все Значит, весь этот декоративный фризовый пояс На фундаменте Отлично бы здесь сделать какую-то ремесленную школу Или даже постоялый двор Я бы лучше остановился здесь, чем в гостинице Симашка, допустим Вот, именно это и есть дух Гродно Посмотрите, крыльцо какое Балкончик Вот они На другой стороне, посмотрите, прямо противоположная улица Такие же домики Еще, по-моему, жилой Смотрите, какое красивое крыльцо Здесь и чугунное литье, как говорится И такой же резной узор Здесь вот банк расположился Вот это начало улицы Мицкевича Пойдемся Осень, замечательная пора Это моя самая любимая улица в Гродно Кстати, осень в Гродно любил Евгений Леонов Замечательный актер Он часто приезжал сюда И как-то в своем интервью говорит Что осень я любил проводить в Гродно Это я слышал сам Вот, посмотрите, какой дом Как правило, это все дома Бывшие польской знати Дома для того времени Ну, собственно, и сейчас Относительно большие Конечно, с коттеджами в Зарице В Барановичах не сравнить Но, тем не менее Смотрите, все на фундаменте Все в отличном состоянии Смотрите, какой Отличный резной орнамент Весь этот декор В отличном состоянии Отличный денек Сегодня у нас 19 октября 2019 года Вот, я хотел запечатлеть Вот этот пока еще сохранившийся Островок счастья Который в ближайшее время исчезнет И здесь возникнут Очередные торговые центры Очередные панельные многоэтажки Вот внизу Городничанка протекает Вот домик Посмотрите, какой замечательный он И угловой И вот этот Очень большой Двухэтажный Раньше тоже было Доходило до того Что хозяева Часть комнат сдавали Какое было популярно Смотрите, какой Фризовый декоративный пояс Над фундаментом Накладная И вертикальная Облицовочка дома Вот такая вот улица Такие замечательные домики Такие замечательные строения Такое деревянное зодчество Находится на улице Мицкевича И очень жаль Что скоро они попадут под снос И эта улица В своем предназначении Перестанет существовать Как и многие другие В городе Гродно Будут уничтожены А очень жаль Пример того Как если хотят В Гродно могут сохранять Архитектурные памятники Деревянного зодчества Это общежитие Бригиток Находится во дворе Бригитского монастыря Построено еще в 16 веке Без единого гвоздя Далее был И пороховые склады Здесь были И в советское время Дурдом Вот В общем такое Это здание Которое пережило Не одну мировую войну И сейчас проводятся К счастью Реставрационные Восстановительные работы Мы видим здесь Строители Проход здесь запрещен К сожалению Ближе не могу подойти Не будем испытывать судьбу Просто хотел показать Как все таки Если хотят В Гродно могут Сохранять памятники Вот по такому бы образцу И на Мицкевича Они действовали Вот очередной дом Посмотрите какой Интересный деревянный Архитектурный ансамбль Представляете Если его отремонтировать И здесь сделать Газхов Здесь сделать Такую гостиницу В белорусских традициях Лучших Я бы сам здесь охотнее останавливался Чем в этих новых гостиницах Смотрите какие наличники резные Посмотрите какой декор Он тоже на Значит На фундаменте деревянном Он тоже с Брандмауэр Это по-моему на улице 17 сентября На перекрестке Здесь на обратной стороне Смотрите Типично такие польские домики Представляете Если их отреставрировать Они как огоньки будут Они будут как огоньки В этой мгле Засилия Железобетона И прочее Предки сделали До нас уже инвестицию Осталось эту инвестицию Сохранить Она начнет приносить И эстетическое удовольствие Начнет приносить деньги Это именно тот Гродно Именно тот Гродно С его многовековой историей Он в этих домах В том числе Очень жаль Что эта администрация Не понимает Или понимает Ну и вот Хотел запечатлеть Эти домики Пусть они останутся В памяти Хотя бы В этом видео Это все Что я могу сделать Для этого города До новых встреч Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok